Учебный центр МП «Трамвайно-троллейбусное управление» приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса. В телеграм-канале городской администрации «Вести» с Дворянской говорится, что после успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. МП «Трамвайно-троллейбусное управление» гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату. Полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы можно по телефону 309 95 35 и 309 95 51. 15 сентября в Самаре пройдет рок-фестиваль «Распусти свои клиши». Информируют в телеграм-канале промышленного района. Мероприятие организовала одна из местных радиостанций. В программе фестиваля выступления рок-групп, шоу-программа и активности от партнеров концерта. На «Распусти свои клиши» горожан и гостей города пустят бесплатно, без ограничений по возрасту. Фестиваль начнется у летнего театра в 17.00. В телеграм-канале Департамента опеки напоминают, что инвалидам первой и второй группы, проживающим в Самаре, предоставляется единовременная выплата на ремонт жилого помещения. Для оформления выплаты можно обратиться в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 332 16 36. Прорабатывается вопрос о продлении срока действия социальных карт Самарской области до 2026 года. Процесс замены социальных карт на карту жителя стартовал 1 января 2023 года. На сегодняшний день более 90 тысяч человек уже воспользовались такой возможностью. В телеграм-канале Октябрьского района обращают внимание на то, что получение социальных карт для новых льготников недоступно. Граждане, не имевшие до этого социальной карты, но получившие право на льготный проезд, должны получить карту жителя. Подать заявление на оформление карты жителя Самарской области можно в офисах банков-партнеров, на сайте, в любом офисе МФЦ или через мобильное приложение карты жителя. Субтитры создавал DimaTorzok